Привет, друг! С тобой Эван. Давно не виделись, как бы уже даже снег пошёл. Мы продолжаем играть с тобой на сервере осмотра Rage, всё как всегда. И как я понял по названию, поприки ролик, и сегодня мы посмотрим на новое глобальное обновление. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, готовь что-то покушать. И мы начинаем. Знаешь что, 24 декабря вышло новое обновление 1.8, где добавили куча, куча, куча новых фишек. И по чинжлогу это достаточно офигенное обновление. При том всём, что перед этим обновлением, мини-обновление выходило в начале декабря. И в конце декабря выходит ещё одно обновление. Это прям радует. Куда он ездит, блядь? А. Блядь, хран! Знаешь что, сегодня мы посмотрим данное обновление. В честь нового года, и в честь того, что вышло обновление, ролики будут выходить каждый день, и в честь того, что они, блядь, перед этим 15 дней у них выходили. Ролики будут выходить каждый день, поэтому с тебя сразу лайкос и комментос. Давайте, если на этом ролике наберём 100 лайков, вот прям сразу, то ещё сегодня один ролик будет. Я надеюсь, и успеем. Знаешь что, по классике, сначала смотрим чинжлог, а потом едем смотреть, как это всё выглядит. Чинжлог достаточно большой. Если читать всё подряд, то это будет минут 20. Но кому это надо? Мне кажется, все, кто активные игроки сервера, уже давно прочитали этот чинжлог. Он, конечно же, висит на форуме сервера. Вот, значит, проведён глобальный хотфикс. Добавились скидки на элитные кейсы, плюс добавили новогодний кейс. И увеличили шанс на выпадение новых автомобилей. Добавлена система боевых пропусков. Первый боевый пропуск добавили, я смотрю. Это как бы новый тренд, я не понимаю. Сначала добавила GTA 5, RP, потом другие сервера в GTA 5, потом в МТА, потом даже тот самый Радмир в МТА добавили пропусков. Ну, короче, везде теперь боевые пропуска. Да и при чём тут в МТА? Вообще в разных играх. Колда, КС, ПАП. Это как бы тренд такой. И добавили на сматрус, за выполнение которого мы будем получать очки, деньги, бонусы, тачки и т.д. Стоит он всего лишь 799 рублей. Также добавили систему достижений и ачивки, за которым мы также можем получить бабки и опыт. Это тоже лайк, ведь это, можно сказать, дополнительный способ заработка. Добавили 34 новых колёсных дисков. Визуально улучшили все места, то есть добавили зиму, добавили ёлочки, добавили к фонарям освещение новогоднее, к столбам с светофорами тоже добавили такую новогоднюю штуку. Облагородили заправки, чтобы их не взрывали. Достроили, короче, дома в Миррор Парке. Добавили новое освещение по трассам. Добавили кастомизацию персонажа, то есть добавили 20 новых кастомных причесок на женские мужские персонажи. Добавили 76 новых головных уборов, 42 новых маски, 67 наручных браслетов, 30 новых сумок, 184 пар перчаток и 239 цепей. Прикольно, что я делал ролик с одеждой и говорил, что хотелось бы увидеть на сервере ювелирку. И вот её добавили. И новые транспортные средства, как всегда. Значит, Land Rover Defender, 2022 года добавили. Ferrari F12, Lamborghini Centenario, Alfa Romeo Giulia, Bugatti Voitur, Bugatti Mistral, Toyota Sprinter E86, M3 G81, Lexus LFA Z-A-Like отдельный, Dodge Viper, Porsche Singer, Lamborghini Diablo SV, Mercedes-Benz SLS, Cadillac Escalade 2022 года. И немножко изменили внешне старые автомобили, то есть добавили на них тюнинг. Это BMW M4, они написали, только не написали какая, G82 либо F82, но скорее всего G82, GTR 35, 34, Lexus 570, Porsche 911 Turbo S, X5M, X6M в кузове F85 и F86. Но я не понял одного прикола. Они сказали в предыдущих обновлениях, что они как бы нашли уязвимость, да и в принципе уязвимость искать особо и не надо было, потому что в GTA V так дохера автомобилей, и они сказали, что они не будут удалять старые автомобили. Но в этом обновлении они взяли и удалили несколько автомобилей. Это Mercedes-Benz SLR McLaren, BMW 3-G20, MX-5, Z4 G29, BMW 8-E31, я буквально на нем вчера весь день проездил и в вечере убрали, Aston Martin DBX, Jaguar XE 760, Skoda Octavia и Ford Fog. А, и кстати, да, на такси заменили с Skoda Octavia на Mercedes-Benz Tablet 212. В принципе, по чинжлогу это все. Знаешь что, добавили новую новогоднюю суету, то есть здесь елочки, Дед Мороз. В прошлом году, конечно, было на той стороне, в этом году уже на этой. Вот добавили на фонари вот такую вот херню, и вон на светофоры, вот такую вот тоже штуку. А сколько мажоров, капец? О, поехали. Ай, вон. Тут знакомо. Чего-чего? Тут знакомое, говорю. Ааа. Вот, на этом здании есть контурное освещение такое синенькое, и на других зданиях в Лос-Сандосе как бы тоже. Знаешь что, давайте посмотрим на меню F3. Оно так облагорожено. И, кстати, изменили фон в менюшке обновить все фото. То есть у кого там не прогружался, нажимаете теперь, и у вас будет, я так понимаю, прогружаться, и там какой-то другой фон. Ну, как видите, у меня есть кастомные фотографии, я сам их сделал, сам подписал ведь. Посмотрю, можно добавить свои собственные фото. Знаешь что, давайте посмотрим на новогодний кейт. Теперь я знаю правила. Бля, анимка охуенная, респект. Блядь, я давно на смотрении играл, уже забыл все клавиши. Ээ, ты чё? Куда поехал, блин, на чироне? Знаешь что? Ээ, не сделали скидки, теперь самый дешевый, вернее, самый мажорный кейс 750. Это 600, 400, 200 и 150. У меня 900 рублей, главное сейчас случайно не открыть. А новогодний кейс, я так понимаю, его здесь нет. Новогодний кейс будет, наверное, в пропуске. Ачивки, как бы, вообще какие существуют. Ага, здесь. Новогодний безумие 20-23. Хо-хо-хо, время волшебства на смотре. Это Дед Мороз, который решил побаловать тебя, внучок, за 799 рублей. До 25-го, 0-3-го, 2023-го. Нихера себе пропуск, аж до марта конца, нормально. Ну, как бы они в декабре его не добавляли, так что норм. Подборка ваших последних достижений. Вот достижения, за которые можно получить какие-то бабки и какой-то опыт. Но если я не ошибаюсь, я уже что-то получил, потому что у меня было вроде 47 лямов и 400 тысяч, а зараз 49 500. То есть где-то 200 ляма я нарыл. Либо я ошибаюсь, либо нет. Не, ну мне кажется, мне вчера было 47 лямов. Значит, уже, по идее, те, кто выполнил некоторые достижения, то есть раньше играл, им бабки должны начислиться. Но половины почему-то не начислились, как они пишут в группе в Дискорде. И только на монтаже я понял, что у меня тоже деньги не начислились, потому что это деньги с Е31, которые убрали. А деньги с достижений у меня нет. Надеюсь, скоро пофиксят. Галерея моих наград. Вот, вы уже получили 80 тысяч 5, 50, 150, 90, 75. Мои достижения, вот. Понятное управление, не награде нет, символическое достижение. А, не, ну так неинтересно, когда символическое достижение. Ну да ладно, ну мы будем в отдельной серии, я так думаю, любитель колесовой дачи, ебать. Донатом? Хуя. Бля, ну это-то жестко. Любительные техники, это что, дрифт, тачки? Ебать, 50 лямов на дрифтите. Я так понимаю, учитывается за одну сессию 50 лямов? И дадут нам 200 тысяч и 3 слитка. Это все понятно. Коллекционер автомобилей. Автомобиль 5, автомобили 10. А у меня как бы 12 автомобилей, никого не смущает. Коллекционер вертолетов. Ну, короче, все эти ачивки мы будем выполнять в отдельном ролике. Пытаться. Еба. Так, давайте за то, что... Блядь, снежки это инструмент, охуенно. Ладно. Подсказка снежки на сервере для инструмента. Так, 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 так. Бац. Я так понимаю, сюда. Лови маслину. Блядь. Да, блин. Да, блин. Да попади, заебал. Понимаю. Блядь, просто снайпер павлона. О, попал. А, здесь прицелы, сейчас хуя, или он белый? Его не видно вообще. Блин, было бы, как на GTA 5 RP, что прицел можно менять. Достижение мы посмотрели в следующем ролике. Я думаю, мы пройдемся под ним конкретнее. Посмотрим, что можно заработать. Достижение, я так понимаю, можно купить боевой пропуск. Вот, на выполнение 50 дней. А, это, наверное, покупка доступна, на выполнение 50 дней. Значит, при покупке, давайте купим. У меня есть папки. Мы приобрели на новогодний безумие 2023. Джингл-белл. А почему обрезали? Получается, есть уровни боевого пропуска. Первый, второй, третий, четвертый, пятый уровень. Я так понимаю, они будут листаться дальше. Что внутри кейса в данном боевого пропуске? Нажмите сюда, чтобы так. И мы будем получать опыт, который нужен для покупки левелов. Наличные, полтора ляма. Донат, 300 единиц. Маверик. А, это не вертолет, это баги. Значит, одно из двух транспортов. Это F12, либо Сентенарио. Что внутри кейса в данном боевом пропуске? Нажмите сюда, чтобы узнать подробнее с содержимыми текущих шансов на ВВДМ прямо сейчас. Нажимаю. Охуенно. О, ебать. Новогодний безумие 2023. Знаешь, вот здесь можно столько всего получить. Ебать, можно получить разные цепи. Можно получить разные винтовки, фейерверки, шляпы. Которые, кстати, одежда, вся, что здесь находится, она без износа. То есть, можешь ее одевать, надевать, сколько хочешь. Рюкзаки, спиннинги, слитки. По три штуки, это по 300 тысяч. А, две штуки еще есть, понял. Цепи, деньги и донат. И маски. Ну, в принципе, прикольно. Я так понимаю, это за каждый левел можно прокрутить. А за пятый левел, каждый пятый, ты можешь выбить тач. Знаешь, чтобы крутнуть кейс, нам надо спин 699 очков. Которые мы можем заработать вот здесь. И вот здесь столько вот заданий, всего 100 штук. И, или сразу 10 за 299 единиц доната. Оплати 99 донат единиц для моментального выполнения. Ага. То есть, можно крутануть его за 699, либо выполнить. И за выполнение у нас будет прокачиваться вот эта штука. То есть, одно задание, возможно, 1 поинт с 10. После этого мы сможем открыть кейсы. Ага, как-то это так работает. Знаешь, что у меня сделать спин колесо фортуны, выловить рыбу, залудать армейский кейс, взять диздрайв мотоцикл, заработать на куриньской службе ляму, бить пантеру, пожать руку к другам, сделать фото через телефон, угнать от мочеками транспорт один раз. Бля, походу, надо в какой-то... Все нормально. Какой-то клан. Ладно. Ну, об этом договоримся немножко позже. И такое чувство, что они немножечко изменили шрифт в бизнесах вот это все. Он стал какой-то более яркий, какой-то большой. Ну да, они писали, чтобы лучше увидеть теперь. Теперь он прям такой офигенный большой. Ну и что, поехали, посмотрим на новые диски. Los Angeles Customs, который смотрит Rage Customs, который вообще HPC. Колесные диски. А вот эти были? Блин, наверное, по идее они должны добавить в конец. Может, добавили куда-то сюда. Давайте в конец пролистаем. Диски Жеки, кстати, на старом Гелике вообще неплохо смотрятся. Прям вообще очень плохо. Ну, можно их, кстати, поставить на лавашку. Вот эти тоже прикольные. И вот эти. Ну, есть, короче, еще выбрать. И вот эти были. Они, мне кажется, просто перемешали. Так, они еще сюда подобавляли этих кустов, деревьев. Ну, мне кажется, это лично, не? Напишите в комментариях, кстати, вам эти деревья нравятся или не нравятся. Ну, мне лично не особо. Ну, если бы их было немножко в меру. Ну, если бы их вспомнили, то капец. Просто Ctrl-C и Ctrl-V залипли, отвечаю. Ну, приехали посмотреть на новые дома вот здесь. Вот так они как-то выглядят. Porsche, кстати, на тюнинге. Очень офигенный. Главное, перекупы здесь были и вчера словили. Потому что скриншот, если я найду, я его вставлю. Там стояли тупо одни дива. Там чуть три дива стояли. Два Chiron. Еще куча дорогих автомобилей. Не, ну дома красивые, спору нет. И место прикольное. Поехали, посмотрим еще место, что они добавили в порт специально для фотографий. Место, можно сказать, красивое для скриншотов. И новая крафт-лаборатория, которая нужна как бы для крафта разных деталей, которые не пользовались из-за басспроса. Он сейчас будет пользоваться, потому что это задание в батлпассе. Ну, у кого, конечно, батлпасс. Ладно, поехали. Теперь посмотрим на маски, серьги, браслеты, прически. Вот это все. Именно здесь в GTA 5 продавались когда-то цепи, вот это все. А на перчатке не смотрите, это мы сейчас посмотрим. Просто у меня окрашивалось GTA, и все не записалось. И снимаю я по второму кругу. Цепи и украшения на шею здесь продаются. И наручные браслеты. Цепи продаются по 5, по 8, по 6, по 13 лямов. Я, к сожалению, вам не смогу показать. Но здесь какие-то есть золотые, с монетой, без монеты. Потому что у меня висит вот это пальто. А снимать, если честно, особо не хочу, потому что на него придет как бы износ. А у него вот так износ уже до хера. Поэтому, я думаю, вы меня простите. И браслеты всякие здесь есть. Ну, 5 штучек всего лишь. Там по 400, 150, 260 тысяч. Но, в принципе, на фоне цепей за браслет это еще норм. Потому что цепи по 15 лямов, это, ну, мне кажется, на самом деле капец. Поэтому, погнали, в следующий мы посмотрим новые головные уборы. Хотя их не особо так еще и много. Именно в магазине больше в пропуске. Маски тоже в пропуске. Посмотрим перчатки, которые я уже спалил. И новые прически. Головные уборы. Вот здесь появились новые кепки и шапочки. Вот такие вот новые кепочки. Вроде вот этих с Тунайланд не было. Ну, знаешь что, мы приехали в магазин сумок. И магазин перчаток. Перчатки мы сейчас вместе с вами посмотрим. Вот здесь есть разные по 385 тысяч. Такие а-ля кожаные старые. Есть такие шерстяные, кросс. И теплые. Но теплые мне, если честно, напоминают какие-то перчатки из КС. Сейчас вам покажу именно какие. Вот, вот эти. Ну, по 300 тысяч есть. По 200, по 400 и по 100. Вот у меня за 100. Самые тешевые. Ну, потому что они вписываются в мой лук. Я не особо шарю какие новые. Возможно, вот эти фиговые, которые, вот эти новые, вот эти. Но вроде не были. Мне кажется, все сумки, что добавили, они сейчас висят в батл пассе. Ну, вот это можно все, конечно, купить с рук. Значит, причесочки. И, надеюсь, они не будут стоить, как раньше. Вот здесь вот такие вот прически есть. По типу вот такого модника. Либо такого а-ля Моргена. Либо такого лохатого бомжа. Либо по типу, не знаю, кто такой. По типу ведьмака. По типу чела из Far Cry. Ну, он вроде был. Ну, короче, разные появились здесь. Например, вот так вот. Сколько будет стоить? 1300, 310. Ну, в принципе, все где-то в районе полу-ляма прически стоят. Где-то 300, 400, 380. Где-то так. Ну, и мне и моя подойдет. Поэтому мы отсюда сваливаем. Ну что, последнее, что нам осталось сделать, это посмотреть на новые автомобили. Новые Audi никакой не добавляли. Но зато добавили две Bugatti. Значит, автословно-элитных автомобилей. Первое, что нас встречает, это Lamborghini Diablo SV. Интересно, каунт я же добавил сюда или нет. Ну, выглядит неплохо. За 28 лямов ей 340. Но это пункт. Это чисто больше как бы на пункт, на уникальность. Поэтому как бы так. Здесь есть только Voyture за 850 лямов. Ну, мне кажется, лучше Voyture бы 1 миллиард стоил, чем вот этот Bugatti Bolid. Непонятная херня. Ну, 850 лямов, 475. Ну, такое. Вот, 24 ляма. Ой, не. Ну, зачем? Ну, зачем в тюнинге? Зачем? Это типа а-ля Black Series, а вроде тоже есть такой SLS, да? Что он антихром весь, Shadow Line, или как это называется, и спойлер там есть. С обвесом. Не буду точно утверждать, но не помню. А 24 ляма, 340. Но эти двери, это понт. Это типа Эмола, дешевая Эмола за 24. 8,4 ляма. Недорого. Уже члены тюнинги продают за 11. Как всегда. В антихроме сразу, кстати, неплохо. Интересно, почему не добавили седан, чтобы можно было переделать универсалы через тюнинг? Либо это еще нельзя реализовать. Либо они объясняли это тем, что у нас есть М4, G82, которая та же М3, только двухдверная. И сделали вам вот М3 универсалом. Но это некий эксклюзив. Такой тачки на другом сервере не найдешь. Так, и последний автосалон, который я получил достаточно крупное обновление. Это салон мультибренд. Потому что здесь появился новый Defender за 9,5. 3,280. Неплохо. Потом Porsche Singer за 18 миллионов. 330 едет. Альфа Ромау Джулия, которая 9 лямов стоит. Не, ну не много. Вернее, не много, а много. Ее бы лямов за 6, тогда было бы топ. И на Е330, кстати. Это тоже хорошо. Не будут ездить только на одних Ешках и Бэхах. Вот кто-то захочет Альфу себе взять. Тем более она такая красивая. Lexus LX570, кстати, переделали. Теперь он без колхозных обвесов. А кто захочет вот эти колхозные обвесы, можете их поставить за бабки. Это лайк. 7,700, как в принципе и стоило. Спринтер АЕ86. Должна стоить, ну да ляма, я думаю. 950 тысяч, все верно. 235 она едет. Я надеюсь, ей сделали офигенный дрифтовый хендлинг. Если не сделали, то это прикол будет. 35-й GTR, 34-й, все как стоило. Есть. 18. Я не знаю почему. Вот я не знаю почему. Но я ехал за ЛФА за 18 лямов. Я прям чувствовал, что он будет стоить 18 лямов. Лайк. Бля, ну зачем? Ну зачем? В ЛФА есть такой офигенный выдвижной спойлер. Зачем мне эту лавку сюда вцепили? Ну кстати, хотя бы он 340, и это тоже лайк. Я хотел купить ЛФА ради спойлера и ради вот этого звука ЛФА. Ладно, хотя бы спасибо за то, что у нее в эксклюзивах. Вот тут мы можем получить либо Ламборгини в 12, либо... Ой, чего? Феррари в 12, либо Ламборгини Центунари. Здесь мы можем получить вот это Мавери. А Кадиллак и Мистер, и так понимаю, мы можем получить только вот здесь. Мистер Алл, сори. Мистер Алл. Вот, Кадиллак 2022 года. Но если Кадиллак здесь, то он будет стоить не хуже вот этого. А вот это стоит 150-200 лямов. А, и кстати, да. Е31 это уже забрали. Поэтому хранилище номеров. Вот здесь висит этот номер. Ну что, пацаны, вот такое новогоднее обновление вышло. Все, что я хотел сказать, что оно достаточно крупное. Достаточно прикольно то, что оно вышло вот буквально через 2 или 3 недели после прошлого. Добавили кучу нового всего. Жалко, что некоторые автомобили только в кейсах, и они будут стоить запредельно дорого. Пиши в комментариях, успел ли ты слоить что-то с дома. Либо дом, либо бизнес, либо номер. Будет очень интересно почитать, покупал ли ты Батл Пасс или нет. Ну, с тобой подай, обязательно подпишись на канал. 100 лайков и выходит новый ролик. Ну, в любом случае, завтра вечером выйдет новый ролик. Обязательно жми на колокольчик, чтобы его не пропустить и посмотреть первым. Ну, с тобой была я вам. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.